Приветствую вас. Вы знаете, я конечно, конечно, мужчина, но мне думается и представляется, что работать здесь вам нужно как раз таки с мужчиной, для того, чтобы прорабатывать именно свои отношения с мужчиной. Работая женщиной, вы вряд ли эти моменты проработаете. Следующее. Значит, давайте пойдем по сексу. Значит, мне 33 года, а я столкнулась с тем, что мои долгие отношения терпят крах. Ну, здесь я могу вам задать вопрос. Касаемо вашего возраста, то есть, вот вам 33 года, имеет ли для вас, собственно, значение возраст? Если да, то какое? Народение он имеет. Опять, отважно. Ваш возраст. Что для вас значит, что вам 33 года? Значит, что это вообще что-то, что вам 33. Для чего вы казались, что вам 33? Подумайте над своим отношением к возрасту. Дальше. Вы пишите. Вы мои долгие отношения терпят крах. Что значит долгие-долгие отношения для вас? Чтобы вы под ними понимаете, под долгими отношениями. Для чего вам долгие отношения? Опять же, да? Что такое крах, по-вашему, и какой ваш собственный личный склад в этот, в него, в крах? Дальше. Побратьте, пожалуйста, меня, если я ошибаюсь, но крах означает провал. Провал означает неудачу. То есть, вы терпите в отношениях неудачу. Я хотел бы задать вам вопрос, как в отношениях можно потерпеть неудачу. Каким образом это может, ну, скажем так, произойти? То есть, каким образом это происходит? Да? Ну ладно. В смысле, в том смысле, в том смысле, что у вас, получается, здесь какие-то ожидания от отношений. У вас есть, таким образом, какие-то желания, связанные с отношениями. То есть, читай с другим человеком. Вот насколько это адекватно, это уже вопрос. Идем дальше. Я встретил другого человека, и меня к нему очень сильно тянут, почти вы. Ну, что значит, тянет? Большой вопрос, потому что, тянет, говоря, тянет, вы имеете в виду увлечение. Вовлечение – это некая потребность, опять же. То есть, вас к нему тянет некое желание. Образ заключается только в том, о каком желании вы здесь говорите. Что это за потребность? С чем она связана? Связана и даете ли вы себе отчет в ней? Ну, скорее всего, нет. Потому что вы говорите, что меня к нему тянут. Открою вам небольшой секрет. Если вас к человеку тянет, то, ну, это, в некотором смысле, повод для того, чтобы немножечко так обеспокоиться тем, что происходит. И провести, в некотором смысле, ревизию того, что вам важно, того, что вам ценно. О, в некоторых делах уже не нравится. В том числе. В том числе, вы решили, что вам это не имеет возможность дать? И, кстати, вы решили, что вам это не только. А, таким образом. Садо-голик. А вы, Садо-голик. А вы, Садо-голик. Кажете. треугольник, треугольник Гартмана, в котором вы высыпаете то жертвой, то спасителем, то агрессором. Соответственно, здесь нужно почитать этот треугольник, вы его создаете. Естественно, что с этим треугольником нужно работать, нужно прорабатывать то, как вы в этот самый треугольник попадаете, потому что на всяком случае ситуация просто не изменится. Дальше мы общаемся, ничего более особо не позволяя, хотя, конечно, понимаешь, что ни к чему хорошему это не приведет. Ну, здесь вообще наглядно совершено вами демонстрируется, то есть, что вы воспринимаете мужчину как некое такое средство получения того, что вы хотите. Как инвестицию, как некий такой, можно сказать, склад. То есть, я тебя сейчас вложу, да, я хочу... Отношение для меня это то, во что я вкладываю. Говорите вы. Я сейчас хочу вложить, чтобы потом что-то получить. Ну, это, к сожалению, не самая лучшая позиция, к сожалению. Потому что в этой позиции есть, как вам сказать, есть негативный момент. Вот. А именно, такой вот, ну, материалистично немного восприятие партнера. Дальше. Я не могу уйти от текущего, от теперешнего парня, так как вместе мы уже 4 года. Но я перестать общаться с новым человеком тоже не могу. Вот здесь позиция у вас. Позиция жертв. Как раз. Проявляется именно в этом. Это она. Позиция жертв. Не могу так, не могу, не могу по-другому. Никак не могу. Ну, это вот как раз. Позиция. Ну, ну, жертвенная позиция. Ваше, к сожалению. Вот. Соответственно, вы говорите, что не могу уйти опалом. Потому что с ним уже 4 года. Мы с ним в отношениях уже 4 года. Ну, что это значит, я не знаю и какое вообще, какое вообще значение имеет. То, что вы в падном 4 года. Какое отношение, то, что вы в падном 4 года имеете к тому, что вы не можете уйти. Вот. Ну, здесь для меня это загадка. Ага. Я это говорю, конечно, метафорически, потому что, скорее всего, от этих отношений, именно от этих отношений. Несмотря на то, что не очень они вас устраивают. Вы надеетесь для себя что-то получить. У вас есть надежда. Здесь надежда что-то получить от этих отношений. Хотя, по факту, вы, ну, мягко говоря, не удовлетворены положением дела. Таким образом, получается, что вы пренебрегаете собой, вы пренебрегаете своими желаниями, вы пренебрегаете своими чувствами. Вот. И делаете что-то против воли. Ну, и совершенно естественно, совершенно естественно. Совершенно естественно. И абсолютно нормально. Так. Другой вопрос. Отдаете ли вы себе отчет в том, что это проблема? Вот. В чем, я бы сказал, важность момента. Потому что, если отчет вы себе не отдаёте, то вы надеетесь одну проблему решить в другой проблему. Вот. Ну, соответственно, вы понимаете, что, как бы, и то, и другое ведёт никуда. Поэтому, вот, ощущение такого тупика у вас присутствует. Вот. Ну, кстати говоря, тупик это такая психологическая игра, чтобы извещать ответственности за свою жизнь. Конечно, без сознания. Я не говорю, что вы это делаете специально. Дальше. Вы свои жертвы, да? Дальше. Я не могу перестать общаться с новым человеком. Из-за чего? Почему не можете? Последний год я очень зарегистрировался в нём. Имеется в виду, в своём теперешнем мышине. Секса нас размысят, мне в основном не хочется. Опять же, как вы к этому пришли. Он меня не поддерживает, не помогает в моих целях. А больше? Продолжить. Ну, то есть. Почему вы считаете, что мужчина вам должен? Помогать. Почему вы считаете, что мужчина должен вам помогать? Почему вы считаете, что мужчина должен поддерживать вас в ваших целях? Он может это сделать. Он может это сделать. Это правда. Но не обязан этого делать. Совершенно. Поэтому суть, конечно, очень важный. Такой вот есть нюанс, на который, я надеюсь, вы обратите своё внимание. Что у вас есть ожидания от партнёра. Вот. У вас есть надежды. И, значит, желания, которые вы связываете с человеком. И, разочаровываетесь, когда он вам этого не даёт. Что означает, то, что вы перекладываете на него ответственность за то, что нужно вам. И занимаетесь такой вот зависимой позицией. Вопрос вот в чём. Как получается, что вам нужна поддержка в ваших целях? Как получается, что у вас есть ожидания от человека, которые не оправдываются. А если и оправдываются, то вы как бы всё равно разочаровываетесь в последующем. То есть, если не обравдываются, если ваши ожидания не обравдываются от человека, то вы не уходите от него, а терпите, продолжаете надеяться на что-то и так далее. Вот. С чем связано такое, я бы сказал, такое пренебрежение к себе? Такое вот, ну, скажем прямо, пренебрежительное. Такая вот позиция к самой себе. Вот. У этого, я полагаю, есть причины, есть основания, но вопрос в том, какие. Да? Какие основания? Дальше. Значит, даже не звучит, Миха, а какой мотив? Слышит. Сам ленец или не меняет плохие привычки? Вы здесь совершаете, на мой взгляд, очень серьёзную ошибку в том, что пытаетесь человека переделать. Вот. То есть, зачем ему менять свои привычки? Простите. Зачем ему их менять? Если человеку всё устраивает. И вы, вероятно, приняли её таким привычкам. Но, наверное, вам же предполагалось, что человек поменяется с вами. А он лвёл и меняться не захотел. И у вас это, скорее всего, именно это у вас, скорее всего, и вызвало негативную реакцию. Именно это у вас, скорее всего, и вызвало чувство разочарования, что мужчина не оправдал ваших надежд. То, что он изначально не должен был ваши надежды оправдывать. И то, что вы поставили себя в зависимое положение от него таким образом. И то, что, значит, когда сейчас вы встретили, ну, другого человека, да, другого, можно сказать, мужчину, вот, с которым вас связаны уже непосредственно. Другие желания какие-то ваши, вы, ну, вероятно, не отдаёте себе отчёт. В том, что это тоже связано с вашими, с вашими потребностями. Это тоже связано с вашими желаниями. Вот. И вы просто ищите того, кто может вас удовлетворить, кто может дать вам то, что вы хотите максимально. Ну, а таких людей, к сожалению, или к счастью, я не знаю, таких людей не существует. Потому что счастливыми мы можем сделать только сами себя. А вам же для этого нужен другой человек. Так. Как раз. Таки. Дальше. Идём. Дальше. Так. Всеми способами стараюсь себя мотивировать. Грубо говоря, поменять и сделать таким, каким вы хотите его видеть. Зачем? Видите, здесь недостаточно такие вот представления об отношениях у вас деформированных. Вот. Потому что для вас вот нормально, когда вы пытаетесь своего партнёра переделать, а не принять его таким, как он есть. И, соответственно, как-то вот негативно реагировать на желание человека отстоять свою какую-то вот целость. Дальше. Не получилось. Ну, правильно, что это же ваша мотивация. Вы не себя мотивируете, а его. И здесь установится вопрос о том, насколько вы сами реализованы, насколько вы сами удовлетворены сами по себе. Почему вы пытаетесь намотивировать другого человека, но не себя, а самому? Вот. Ведь гораздо важнее. Самостоятельно что-то делать. Ну и, кстати, пример. Личный пример это всегда лучше по эффектам, по результатам. Вот. Всегда лучше, чем... какие-то советы. Поэтому, если вы действительно считаете, что молодой человек может, грубо говоря, кем-то стать, да, или кем-то быть, то нужно своим, именно своим примером показывать, а не пытаться мотивировать человека, то есть, по сути, вкладывать свои мотивы в другого человека. То есть, то, что вы описываете, это сублимация. Часто замечаю, что хочу быть или даже жить одна. Опять же, для чего? Мне не хватает более глубокого контакта с человеком. Смотрите, здесь вы говорите о некой эмоциональной депривированности, в первую очередь, от себя и, в вторую очередь, от людей. Желание быть одной, это, как мне видится, некая, во-первых, защита, психологическая защита, такой пытается защититься от вот этой боли, неудовлетворенности от отношений с людьми, которые вас, ну, грубо говоря, не понимают, да, вот. Если это попытка, попытка, ну, бегца, да, веганом здесь. Вот. С другой стороны, не хватает глубокого контакта с человека, пищевый. Притом вопрос, а что поражает вот эту вот нехватку глубокого контакта с человеком? Что такое глубокий контакт с человеком? Есть ли у вас предпосылки для этого самого глубокого контакта с человека? То есть, если есть ли необходимые условия, необходимые основания фундамента для построения такого контакта? Вот. Если, например, то, что я мог бы на скидку сказать, если вы человека, да, вот, ну, как вы говорите, парень. Называется парнем, а парню, ну, парню, там, грубо говоря, ему, там, уже, там, явно не пятнадцать, да, явно не восемнадцать лет, как бы, как бы, вот. Аталантская штука. То есть, это вот вопрос про то, что глубокий контакт, а вы выбираете людей достаточно инфантильных отношений. И вот это на самом деле такой, на мой взгляд, довольно важный момент, довольно значимый момент здесь. Вот. Это ваша, вот, собственно, такая вот инфантильность и желание брать ответственность за свои чувства, ну, вот, дает о себе таким образом знать, скорее всего. Вот. Ну и, опять же, крайне важно понять, вот, из чего проистекает вот эта вот потребность в контакте. Дальше. Я понимаю, что, ну, парнем тоже, может, не будет все гладко, и, возможно, я преувеличиваю значок. Это верно, что вы пишете другой вопрос. Понимаете ли вы, что гладко не будет ни с кем? А то, мне кажется, отношения вы идеализируете. И отдаете ли вы себе отчет, а за счет чего? За счет чего происходит увеличение значимости парня. То есть, что именно, что именно делает вашего парня, да, вот, что конкретно делает вашего парня, более значимым для вас. Вот, ну, имею в виду второго, второго парня, вот, что конкретно делает его, значит, более значимым для вас, для вас. За счет чего это большая значимость у него появляется. За счет, например, вашей потребности в контакте. Ну, вот, в глубокий контакте. Хорошо, хорошо. А с чем это, опять же, глубокая потребность в контакте связана, да, и с чего она состоит. Ну, вот. Эти нюансы, их нужно разобрать и рассмотреть, потому что это влияет на ваше поведение. Дальше, тем не менее, не знаю, как поступить. Как поступить, чтобы что? Как поступить, для чего? Хочу найти психолога, женщину для чуткого, психолога, женщину для работы над этим вопросом. Смотрите, здесь вы, во-первых, говорите, что мужчина психолог не чуткий, то есть уже некую дистанцию с мужчиной держит их, во-вторых, хотите чуткости, а чуткость, вот что вы понимаете по чуткости? Мне почему-то показалось, я могу ошибаться, и я очень надеюсь, что я ошибаюсь, я очень надеюсь, что я не прав, но мне показалось, что вы как раз таки говорите здесь про некую, некую такую поддержку. То есть вам нужна поддержка, вот. Поддержка это хорошо. Но, смотрите какая штука, можно работать на получение ресурса, на выработку вашего собственного ресурса, чтобы у вас появился ресурс для, условно говоря, ну, для собственной реализации, например, себя, того, что вы хотите и прочее. Вот. Это работа. Это работа. Ну, это работа в одном направлении, направлении. И можно просто, например, посадить вас на иглу, на иглу просто жалости психологу. Спасите, если мне не шило на мыло. Вот. И этого, вообще-то, психолог делать не должен. Поэтому, если вам хочется чуткость, я бы тоже, вот, поисследовал. Да, почему именно чуткость, почему именно женщина. Может быть, уже у вас был опыт работы с психологом. Возможно, опыт работы не самый такой позитивный. Вот. Возможно, есть какие-то негативные аспекты. Вот. Но в любом случае, в любом, вот, совершенно в любом случае, вне зависимости от того, это тоже нужно поисследовать. Как раз повторюсь, повторюсь, вам нужен мужчина. Вам нужен именно мужчина, который поможет в этой ситуации. Именно мужчина. Не женщина. Женщина, она, она для другого. Как это, опять же, видится мне. Да? Как это видится мне. Вот. Ну, и я бы хотел, конечно, чтобы вы как-то сами для себя, вот, сами себя спросили, например, А, ну, почему я считаю, что только с женщиной, да, с психологом. А с женщиной у меня все получится. Вот. Почему я считаю, что только с женщиной я смогу, вот, ну, грубо говоря, получить, да, да, вот, то, чего хочу. Вот. Опять же, это очень важные все моменты, вот. А, вот, в принципе, наверное, то, что я хотел бы вам сказать, да, вот. Такой ответ, мне кажется, можно и нужно отдать. Дальше вы, я надеюсь, сами решите, как вам двигаться, куда вам двигаться, в каком направлении вам двигаться. Вот. А, мы можем только приглашать вам помощь. Мы можем только приглашать вам помощь, а, в проработке тех вопросов, которые у вас есть. Ну, там все. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится и вы сможете обрести внутреннюю гармонию. Вот. Ну, там все. Ну, там все. Ну, там все. Ну, там все. Продолжение следует...